все с ним как я с удовольствием вам хочу представить учителя урока конкурса учитель года я с удовольствием хочу представить вашего учителя помогите поделитесь своими знаниями а учителем поделиться с вами у нового Виктория Михайловна сегодня это ведет класс форум удачи вот и прозвенел звонок начинается о, хорошо вы готовы? да все в порядке? да книжки, ручки и тетрадки все ли здесь хотят учиться? да замечательно прекрасно можем с вами начинать уже сказали мне представили я еще раз сегодня мы с вас проведем круг милые ребята я вижу вы богаты знания умения все на удивление вы хороший дружный класс все получится у вас улыбнитесь пожалуйста соседу по парте пожмите друг другу руки и мы с вами двинемся вперед к новым открытиям и свершения пожелайте друг другу удачи молодцы молодцы пожелать хорошо ну а теперь откройте пожалуйста ваши закрабочки и запишите сегодняшний день 12 апреля смотрим внимательно записываем правильно классная работа все помнят ребята какой сегодня день 11 апреля молодцы конечно день космонавтов я поздравляю вас с этим замечательным праздником в этом году исполняется 55 лет с того момента а первый человек вышел в открытую вы видите в открытую смазь да 12 апреля классная пишем красиво, аккуратно 12 апреля И, ребятки, рядом у вас лежат маленькие листочки, называется лист контроля. Возьмите их, пожалуйста, в руки и подпишите на них свою фамилию. Рядышком там, где написано лист контроля. Нам сегодня этот лист очень понадобится. Итак, как мы с вами знаем, Юрий Гагарин вылетел в космос на Большом космическом корабле. А мы с вами вот на таком корабле сегодня осуществляем исследовательскую экспедицию. Мы отправляемся в плавание. Вы уже вступили в океан синтаксиса, и теперь мы сами пойдем по этому замечательному океану. Главное, чтобы наше плавание с вами было удачным. Но без знаний в плавание отправляться нельзя, верно? Конечно. Поэтому давайте проверим, что мы с вами уже знаем. Под цифрой 1 у вас есть карточка. Посмотрите внимательно. Нашли все? Хорошо. Итак, там даны утверждения. Ваша задача согласиться или не согласиться с этими утверждениями. Вам нужно написать слово «да» или слово «нет». Пожалуйста, внимательно читаем и работаем с этим. Спасибо. Спасибо. И так справимся. Хорошо. Молодцы. И остановились с этим листочком. А теперь проверяем, что же у нас с вами получилось. Пожалуйста, Константин, читаем первое утверждение. Согласен ли с ним или не согласен? Синтеза заключается в сочетании. Это верное утверждение. Хорошо, правильно. Артем, следующее. Структуры приложения могут быть простыми и сложными. Это верно. Это верное утверждение. Хорошо. Пожалуйста. Словосочетание состоит из главного и зависимого слова. Это верное утверждение. Это верное утверждение. Хорошо. Зависимое слово связано с главным только по смыслу. Это неверное утверждение. Молодец. Почему это неверное утверждение? Потому что зависимое слово связано с главным словом еще и грамматически. Молодец. Умница. Ребятки, а что значит грамматически связано? При помощи окончания и неокончания эпилогов Молодец, совершенно верно, хорошо, дальше Пожалуйста Веселым праздником это словосочетание Да, это утверждение верное Молодец, дальше Рисовать в альбоме, это тоже словосочетание, это верное утверждение Отлично, и Евгения Наступила весна, это тоже словосочетание Это неверное утверждение, так как наступила весна, это грамматическое слово Да, совершенно верно. То есть это внутри вот этого вот объекта, да, что такое «Наступила весна». Вот там как раз грамматическая основа. А этот объект как называется? Есть словосочетание и? Конечно, предложение. Это предложение. Хорошо, молодцы. Опять берем листочки контроля в руку. Видите, там у вас тест «верный» и «неверный» возгождение. Посмотрите, пожалуйста, сколько у вас правильных ответов. И в графу баллы занесите, пожалуйста, вспоминаем математику, считаем 3 плюс 2 и получаем цифру. Занесите в графу количество верных ответов. Занесли, отложили. Да, только верных ответов. Сколько у вас верных ответов, столько и занесли. Хорошо. Итак, мы сказали с вами, что последнее утверждение было неверным, потому что перед нами что? Грамматическое предложение. Предложение, конечно, предложение. А как вы сделали вывод, что это предложение? Почему вы решили, что это предложение? Там есть подлежащая весна и сказуемое наступило. Хорошо. А что выражает это предложение? Что оно выражает? Наступила весна. Нам нужна какая-то еще дополнительная информация? Нет, не нужна. То есть, что выражает у нас это предложение? Закончено. Что? Мысль. Совершенно верно. Да, правильно. Итак, посмотрите. Мы с вами говорим сегодня о предложении и грамматической основе. Сформулируйте, пожалуйста, тему нашего урока. Что мы будем сегодня на уроке изучать? Грамматическую основу предложения. Совершенно справедливо. Молодец. Конечно, грамматическую основу предложения. Записываем тему урока в тетрадочку. Грамматическая основа предложения. Обращаю ваше внимание на проописание. Слово грамматическое. Грамматическое основа предложения. И теперь, опять же, без знаний мы далеко, что не уплывем. Верно? Давайте вспомним, что мы уже с вами знаем о грамматической основе предложения. Вот, посмотрите. Перед вами модель. Что написано в верхнем делении модели? Главные члены предложения. Главные члены предложения. А что это такое? Это? Это грамматическая основа. Какая еще информация в этой схеме у нас присутствует? Что нам дано? Что главные члены предложения делятся еще на две группы. На две какие-то группы. Молодец. Как мы знаем, это подлежащие. Молодец. Хорошо. А еще информация какая дана у нас? Какая еще информация дана? Ну, пожалуйста, нашли. Какая уже мы видим ее? Какими они бывают? Какими они бывают? Связываются. Связываются. Так. Евгения, помоги Маше. Каким образом они подчеркиваются? Конечно. Как графически выделяются главные члены предложения. И как? Одной чертой и двумя чертами. Подсказка, ребят, есть? Есть. А теперь, минуточку, подумайте и сформулируйте, пожалуйста, чем мы должны заполнить остальные деления схемы. Кто-то уже придумал? Угу. Так, хорошо, придумали. Лера? Вот в первых двух прямоугольниках мы напишем, что главные члены это подлежащие и сказуемые. Итак, главные члены предложения это подлежащие и сказуемые. Хорошо. Дальше. 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 Во-вторых, в двух прямоугольниках мы напишем вопросы, которые задаются к подлежащему и к сказуемому. Молодец. На какие вопросы они отвечают, да? И чем они подчеркиваются, у нас уже выделено. Пожалуйста, сформулируйте о подлежащем и сказуемом полный ответ по схеме. Полный ответ по схеме. О подлежащем отдельно и о сказуемом. Мам, готов? Пожалуйста. Главные члены предложения это подлежащие и сказуемые. Подлежащие отвечают на вопрос, кто и что. И находятся в каком падеже? В именителем. В именителем падеже, да. И подчеркиваются, значит, кто и. Сказуемые отвечают на вопрос, что делал, что сделал, что будет делать и так далее. И подчеркиваются в именителем. Хорошо. Молодцы. Замечательно. Итак, ребята, сегодня ваши тетрадочки превращаются в судовой журнал. Раз мы плывем на колоколе, теперь у вас не тетрадки, а судовой журнал, куда мальки заносят что? То, что они видят в течение своего путешествия. Верно? Хорошо. Посмотрели в иллюминаторы, и что же мы увидели? Вот что, оказывается, у нас за бортом, да? Давайте попробуем сделать запись в судовом журнале, что мы видим за бортом. Пожалуйста. Придумываем три предложения и записываем их. Придумайте, пожалуйста, три предложения по данной картиночке и запишите их в ваши судовые журналы. Придумайте, пожалуйста. Придумайте, пожалуйста. Молодцы, очень зоркие у меня моряки сегодня. Хорошо всё видят. Пожалуйста. Первое предложение. Дельфины выныливают из воды. Дельфины выныривают из воды. Замечательно. Хорошо, Василий, твоё предложение. За бортом мы видим чаек, которые летят по небу. За бортом мы видим чаек, которые летят по небу. Молодец! Сложное предложение взял так. За бортом мы видим огромный океан. За бортом огромный океан. Вот так будет красивее? Без нортиза, да? Хорошо. Дальше, Максим. Дельфины вынуждены из воды и дружной стайкой. И дружной стайкой. Поряд? Порядку вот. Отлично. Замечательное предложение. Пожалуйста, Вера. У меня про чай другое. В ней окружаются большие белые чайки. Так, хорошо. Молодцы. А теперь выделите грамматические основы ваших предложений, которые вы составили. Выделите грамматические основы ваших предложений. Итак, пожалуйста, Элина, называй предложение, которое еще не звучало, и проговорим грамматическую основу. А над небом, а над морем летят чайки. Так. Грамматическая основа. Кто чайки? Это подлежащее, выраженное и неосуществительное, подчеркиваем одно чертой. Верно. Чайки что делают? Летят. Это сказуемое, подчеркиваемое, начертание, выраженное глоколом. Хорошо. Молодцы. Разобрались. Вера. За ботом простирается бескрайний океан. Что? Замечательно. Что? Океан. Да. Это подлежащее, подчеркиваем одно чертой, выраженное и неосуществительное. Океан что делает? Простирается. Это сказуемое, подчеркиваем двумя чертами, выраженное глоколом. Хорошо. Молодцы. А теперь проанализируйте свою работу. Вы должны были составить три предложения. Если вы составили три предложения и выделили вниз основы, то в листочек контроля вносим три балла. Каждый балл за одно предложение. Ну, а теперь двигаемся дальше и продолжаем наблюдать. Марк, предлагаю выйти к доске и немножко поработать. Записываем предложение. Каждое предложение, ребятки, мы будем с вами записывать с новой строки. Хорошо? Договорились? Итак, первое предложение. Над морем тишина. Над морем тишина. Стараемся на доске писать красиво, чтобы доски были не стоить на зонах. Над морем тишина. Хорошо. Следующее предложение. Бежит волна за волной. Бежит волна за волной. Бежит волна за волной. Аргументируем правописание гласной в глаголе в корне слова. Какую гласную писали? И. В глаголе в корне слова. Е. Е, почему? Так как можно подобрать первичное слово. Молодец. Следующее предложение. Солнечные блики на воде. Солнечные блики. В слове «солнечные» какая у нас рапограмма? У нас какие-то корни рисуются. Буква «солнечные» пишется. Буква «сочетание» пишется. Молодец. Хорошо. И последнее предложение. Сегодня не штормит. Сегодня не штормит. Не штормит. Почему раздельно? Штормит это глагол. Не с глаголом. Пишется. Молодец. Спасибо за помощь, матрос. Можешь присаживаться. Итак, посмотрите, пожалуйста, на эти предложения. Выделите в них грамматическую основу. Подумайте и выделите в них грамматическую основу. Все выделили? Лера, выделила? Ну, пожалуйста, поработаем тогда. А в первом предложении у нас подвижающая будет сушена. Хорошо. Мне кажется, что сказуемого здесь нет. Хорошо. Так как это у нас будет обстоятельство места. Ну, так подробно не нужно. Давай дальше поехали за основой. Волна. Волна это будет подвижающее выражение существительное. Волна, что делается, бежит. Это будет сказуемое. Хорошо. Выражение глагола. Верно. Солнечные блики на воде. Здесь будут подвижающие блики. Молодец, замечательно поработало. Замечательно. Скажите, ребята, а нам достаточно сейчас имеющихся у нас уже знаний для того, чтобы ответить, какие перед нами предложения? Да. Достаточно. И какие? Какие? Односоставные. Ну, молодцы. Прямо замечательно. Давайте мы сформулируем тогда, когда у нас предложения будут односоставными, а когда они будут двусоставными. Пожалуйста, формулируем. Односоставными предложения будут, когда в предложении или подвижающие, или сказуемые. А двусоставные, когда и подвижающие, и сказуемые. Итак, совершенно верно. Мы видим, что здесь у нас два вида предложения. Односоставные и двусоставные. Правильно. В односоставных предложениях один член предложения в грамматической основе, а в двусоставных два. Это все понимают? Хорошо, молодцы. А где мы можем найти эту информацию, если что-то подзабыли? Где мы можем найти эту информацию? Где мы можем найти эту информацию? Что нам поможет найти информацию, если что-то подзабыли, если что-то упустили? Что нам поможет найти информацию? Учебник, конечно. Откройте, пожалуйста, сто восьмую страницу. Сто восьмую страницу. И прежде чем мы приступим к заданию Давайте мы сформулируем цель урока Зачем мы сегодня здесь с вами собрались? Зачем мы говорим о грамматической основе? Давайте поднимем Зачем мы это делаем? Пожалуйста Потому что грамматическая основа Главное, что есть льва на ней Хорошо, и мы должны это что? Знать Хорошо, мы должны узнать, какие бывают грамматические основы Как научиться определять грамматическую основу И как ее графически показывать Хорошо, молодцы, все поняли? Все поняли Еще раз проговорим цель урока Пожалуйста Еще раз Что мы выяснили? Мы будем узнавать, какие бывают грамматические основы Где они используются? Где они используются? Предложения Предложения, правильно Ну что ж, что-то же выяснять, да? Предложения Хорошо Итак, цель наша в том, чтобы узнать, где предложение односоставное бывает, а где-то бывает двухсоставное, так? Правильно? Проверьте свои знания по теоретическому материалу, расположенному на странице 108 В рамочках у вас, видите, да? Проверьте свои знания, ничего ли мы не подзабыли Проверьте свои знания, да? проверили все помним ну хорошо раз все помним следующий этап самое главное что для исследователя это самое ценное а еще что для исследователя самое главное для исследователя это отдых отдых поэтому поэтому немножко отдохнуть итак утром солнышко проснулось оглядела я поклонилась облакам глядь от дерева рука глядь от дерева вторая потом устала время солнышку садится ну а нам опять учиться конечно молодцы итак ребята нашему борту прилился сосуд в котором образовалась каша мишанина из письма которое кто-то нам отправил это письмо у вас на второй карточек что нужно сделать с этим письмом что нам нужно сделать составить конечно составить из разбросанных слов предложения именно так случилось и в романе жулия верно дети капитана гранта кто-нибудь читал до читали молодцы и сегодня когда россии объявлен под российского кино можете даже посмотреть фильм в поисках капитана гранта и увидеть что героям этого произведения удалось таки собрать письмо воедино а нам удастся давайте попробуем правильно попробуем и так пожалуйста одному чтобы не справиться поэтому вам нужно обязательно работать парами это очень сложное задание не справиться по одному обязательно помогите друг другу не знаю Продолжение следует... Уже готова какая-то пара, да? Готово. Да, надо подумать. Молодец, молодец. Надо подумать. Ребята, а там у вас есть подсказка. Посмотрите, пожалуйста, некоторые слова... С какой буквы написано? Большой. Большой. А что это значит? Большой. Правильно, начало предложения. Хорошо, молодцы. Конечно. Сколько больших букв слов? Большой буквы. Три. Значит, сколько у нас здесь это предложение? Три, конечно. Итак, готовы. Молодцы. Пожалуйста. Первое предложение. Первое предложение громко и четко. Проходим сороковые широты. Правое. Их всегда вызывают тревуши. Третий терпинец. Хорошо. Посмотрите, проанализируйте эти предложения. Каковы общие у них черты у этих предложений? Каковы у них общие? Они простые. Замечательно. Еще. Еще. Группа напряженно работает. Молодцы. Еще. Односоставные. Они все односоставные и в них нет подлежащего. Хорошо. Молодцы. Следующая группа готовы? Полдень. Полдень. Сильный холодный ветер. Прямо по курсу отдыха. Хорошо. Замечательно. Какие это предложения? Слышные. Какие это предложения? Это односоставные. Односоставные и простые предложения. Хорошо. У вас готовы? Пожалуйста. Волны захлёпывают палубу. Второе предложение. Океан шумом разбушевался. А как он может безшумно разбушеваться? Вот как-то подумать надо. Лера? У нас вот немного по-другому. У нас волны с шумом захлёпывают палубу. Молодцы. Дальше. Океан. Океан просто разбушевался. Просто разбушевался. И я, если я формирую, с этой дырой. Молодцы. Какие это предложения у вас? Простые и двусоставные. И двусоставные. Совершенно верно. И, ребята, нам мало же просто предложения, верно? Нам же нужен текст, полный текст песна. Давайте мы попробуем понять, что же у нас за текст получится, если собрать все эти предложения воедино. Какой у нас текст получится? Давайте посмотрим, какой текст у нас получится. Кто-то готов собрать текст из кусочков? Сразу вспоминаем, как строится текст. Последовательность вот этих предложений с кусочком остается? Необязательно. Совершенно не обязательно. Это ваше вольное творчество. Что главное в тексте, ребята? Что главное? Чтобы предложения шли в смысловом порядке. Верно. И чтобы они были связаны. Связаны одной темой, конечно. Пожалуйста. Какую вам загадку? Загадан. Да? Вот и найди вот так сосуд с письмом. Может быть, мы успеем еще кого-то спасти. Ну, давай пробовать, Евгения. Пожалуйста. Спустень. Хорошо. Дальше. Сильный холодный ветер. Так. Прямо по курсу остров. С чего вдруг остров появился? Прямо по курсу что? Остров. Это не сразу идущее предложение за вторым. Да? Сильный холодный ветер. Помогите, пожалуйста, Жене составить. Пожалуйста. Океан разрушивался. Чтобы можно продолжить как бы. Так. А у кого другой вариант, Марина? Полдень. Проходим с торопом. Лишь широты. Да. Сильный холодный ветер. А пятое предложение, посмотрите, пятое предложение. Их. Никого нет. Лишь широты. Широты. Значит, пятое предложение должно идти после. Конечно. Конечно. Итак, пожалуйста, еще раз, Марина. Полдень. Мы проходим сороковые широты. Их всегда называют гребущие. Как? Сильный холодный ветер. Волны с шумом захлёстывают палубу. Океан разбушевался. Ясно формируется тайфун. Терпим бедствие. Итак. Прямо по курсу остров, а мы терпим бедствие. Конечно. Ну, мы с вами бедствие не терпим. Мы с вами идем очень хорошим курсом, прекрасным полным кодом. И давайте подложим, чем мы с вами сегодня занимались. Вот посмотрите. Вот такая табличка. Вот такая табличка. Давайте мы попробуем схема. Давайте попробуем сформулировать по этой схеме, что мы сегодня делали с вами. Давайте попробуем. Что мы делали? Что мы изучали подробнее? Грамматическую основу. Что установили? Что если грамматическая основа? Что установили? Что ей может быть? Два главных члена. Один главный член. Хорошо. Дальше. Если? Если тут два главных члена, подлежащие и сказуемые. Обратите внимание, подлежащие и сказуемые. Так. То? То это предложение в двух состав. Так. А если один главный член или подлежащие, или сказуемые, то это односоставные предложения. Хорошо. Молодцы. Замечательно поработали. Чудно. Давайте попробуем осознать, что конкретно для вас этот урок принес. Что он для вас, чем он оказался вам полезен. Ваша задача выбрать одну из фраз и продолжить ее, основываясь на своих ощущениях. Выберите, пожалуйста, одну из фраз и, основываясь на своих ощущениях, продолжите ее. Сегодня мы уроки мы узнали о грамматической основе. Хорошо. Еще. Я научилась отличать односоставное и двусоставное предложение. Хорошо. Марк. Все. Мне понравился урок. Замечательно. Коротко и ясно. Хорошо. Еще, Маша. Мне понравился составлять текст. Понравился составлять текст из кусочков. Пожалуйста. Я удовлетворил свою работу. Молодец. Значит, все для себя. Понял. Мне понравился учитель. Ой, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, Марина. Очень хорошо. Очень хорошо. Спасибо большое. Итак, запишите, пожалуйста, домашнее задание. И так, дома, ребята. На страницах 108 и 109 вы снова повторите правильно. Вы уже молодцы. Вы уже сегодня практически все усвоили хорошо. И выполните упражнение 479 по заданию учения. А следующее задание. У вас на выбор. Выбирайте одну из тех, которые вам понравились. Или упражнение. Конечно, можно и то, и другое. Замечательно. Труд. Это прекрасно. 481 упражнение. Для нас нужно записать предложение выделить двух основок. И творческая работа в упражнении 481. Дома вы внимательно посмотрите. А теперь снова берем руки в листочек контроля. Откладываем лединочки и берем листочек контроля. За работу в парах с предложениями вы составляли предложение. Оцените себя. Поставьте себе до трех баллов. Оцените свою работу. Поставьте до трех баллов. Три балла максимальный балл. Оцените свою работу. Мы решили посоветоваться с товарищами. Конечно, молодцы. Это же замечательно. Всегда лучше услышать со стороны свою работу. Итак, поставили баллы. И следующего у вас составления текста. Вы молодцы. Вы трудились, не покладая рук. Поэтому за составление текста я вам всем дарю опять баллы. Молодцы. А теперь обменялись листочками контроля. Обменялись. И теперь вы в роли учителя. Опять вспоминаем математику. Складываем баллы и получаем итоговый балл за работу на уроке. Складываем. И ставим оценку. Итак, если у вас от шестнадцати до восемнадцати баллов, это пятерки. Вы молодцы. Если от двенадцати до четырнадцати баллов, это четверки. Вы ставите оценочки. И от восьми до одиннадцати баллов, это троечка. Но я думаю, таких баллов нет у нас. Правда? Мы сегодня трудились, как самые настоящие морские волки. Правда? Ребята, я хочу, чтобы вы эти листочки сохранили. Листочки контроля, чтобы вы их сохранили. И в подарок за нашу работу я вам дарю вот такую заготовочку для модели, которую вы дома сами себе напишите. Ту модель, которую мы сегодня с вами изучали. Вы вкладываете эту модель в тетрадочку, а листочек контроля вкладываете в дневник действий. И на следующем уроке Ирина Егоровна выставит вам оценку. А на сегодня наш урок закончен. Мне было приятно плыть с вами на одном корабле. И я хочу пожелать вам дальнейшим счастливого плавания, ребята, и новых достижений. Спасибо вам большое. Молодец, окончание не забывайте выделять. Глаза готова? Глаза готова? Молодец. Кому нужна помощь? Кто назовется помощь? Маша. Нет, нет. Саша, подставляй по вопросу. Чего? Кого? Земли. Кого? Чего? Ли? Ли. Чего? Чего? Кому? Чего? Кому? Земли. Я готов? Ну что ж. Я не вижу готовности. Кто уже готов? Не забудьте, пожалуйста, выделить изменяемую часть слова. Ну что ж, а сейчас, ребятки, я вас попрошу проверить свою работу по ключу. Для этого возьмите зеленый карандаш. Если у вас верно, вы ставите плюсик на этой строке. Если есть какие-то замечания, пожалуйста, минус исправления. Первый вариант. Вижу, Вадим, что уже выполнил проект. Запишите, пожалуйста, количество ошибок от обычных. Скажите, пожалуйста, ребята, какие трудности у вас были при выполнении работы? Настя? То, что форму надо поменять, а в некоторых словах было трудно. Трудновато было. Ребятки, а кто подсказку, вот вывод какой сделает? Чтобы изменить форму было полегче, с какими вопросами нужно пользоваться? Сколько вопросов нужно ставить? Настя, лучше? Лучше поставить два вопроса. Два вопроса, тогда легче изменяется форма слова. Итак, ставьте, пожалуйста, те ребята, у которых 0 ошибок. Ну что ж, умнички, вы сегодня получаете оценку 5. Присоединитесь к тем, которые допустили одну ошибку. Эти ребята получают сегодня за урок оценку 4. Но те, у которых немножко больше ошибок, мы будем тренироваться. Потому что тема окончания у нас еще будет дальше изучаться. Итак, спасибо. Скажите, пожалуйста, так что писать?